Что мы знаем о сосаликах? Игры этого жанра зачастую воспринимаются людьми как эдакое испытание, только пройдя которое можно считаться настоящим умельцем в сражениях с пикселями. Механика проста. Наказание за ошибку велико, сила персонажа заметно ограничена. И от игры к игре меняются пропорции инструмента игрока в борьбе с противниками. Где-то больше проактивный геймплей. Где-то реактивный. Редко когда удается соблюсти баланс и позволить игроку самому решать как играть. И тут на сцену выходит Лайсов Пи, игра которую я смело могу назвать народным сосаликом. Значит так, в чем замес? Мы просыпаемся в плацкартном вагоне Москва-Саратов, манящий голос проводницы зовет нас вперед и предлагает выбрать заточку. Я решил, что буду большим мечом махать, но в итоге всю игру проходил последовательно с тремя разными пушками. Там дальше стартовая лока. Очень красивая, кстати, атмосферная. Без проблем пробегаем вплоть до первого элитника, на котором игра нам подсказывает, ты лучше пырей, используй, дружок. Собственно, этим я до конца игры и занимался. Пара тройка бомжей и вот он первый босс. Теперь перед игроком встает выбор, что он больше предпочитает. Уворачиваться или дефлектить. За каждой механикой стоят свои особенности. Дефлект заполняет невидимую шкалу стагера у противника, после чего его можно сильным ударом оглушить и прописать нормального такого леща. Ворот же, по классике, сосаликов повязан на стамине и весе персонажа. У ворота же, очевидно, проигрывают дефлекту, потому что в игре есть красные атаки, от которых просто так увернуться нельзя. От них можно только далеко убежать. Но мы-то с вами не пусечки, понятное дело, выбрали дефлект сразу же. Правда, ближе к концу игры появится возможность с помощью амулета уворачиваться от таких атак, но к тому моменту уже будет как-то все равно. Так или иначе, первый босс пал, идем в отель и перед входом нас встречает еще одна механика. Выбор реплик. Соврать или сказать правду. Это все тесно связано с сюжетной частью, которой я по возможности касался. Об этом позже. Дверь открыта и нас встречает красавица. Классическая хранительница огня. Казалось бы. Но с ней все не так просто. Будешь проходить, поймешь. Сейчас задача какая? Поговорить с NPC и приодеться. Вот это я понимаю фэшн. Да ты шо, ебать стиляга, ё-моё. Хотя все мы знаем, как должен выглядеть настоящий мужчина. Дальше по игре нам еще парочку костюмов подгоним. Шляп разнообразных, масок. Вон даже клоунский нос есть. На этом вступление закончено и игра пускает нас дальше по сюжету. Что там и как, узнаешь сам. У меня нет желания сводить этот видос к пересказу сюжета. Скажу лишь, что задумка интересная. И если внимательно играть и читать записки, то история получится даже захватывающей. Минутка анализа. Зачем люди играют в соус лайки? Есть мнение, что ради ощущения преодоления трудного препятствия. Ради вот этого вот на волоске. Может ли Lies of Pea это дать? Да, но немного. По ощущениям, меньше, чем в большинстве сосаликов. Всего на трех боссов у меня ушло больше, чем четыре попытки. Это с учетом того, что второго босса в игре я пьяным проходил. Ну да, да. Он же грэп, он же пошел нахуй мув. Было весело. Про оставшихся двух мне есть что сказать. В целом игра предоставляет адекватную шкалу прогрессии и челленджа. То есть с самого начала и до конца сложность локации и силы персонажа растут. Вот тут важный момент. Сложность локаций, а не боссов. Если за ключевые точки на шкале сложности взять боссов, то она будет выглядеть как трек в Gravity Defy. Хороший босс это тест тех навыков игрока, которые он до самого босса использовал. То бишь, если локация представляет собой кишку из тьмы, которая на тебя постоянно выпрыгивает враг, и ты уворачиваешься, то босс также должен использовать неожиданные атаки, от которых необходимо уворачиваться. Здесь же всего в нескольких боссов есть какой-то интересный гимик, отражающий локацию, в которой он находится. В остальном ты бульдозером проезжаешься по противникам. Были, кстати, локации вот прям на грани. Еще чуть-чуть, и началась бы душка. Как вот этот момент с клоунами-шахидами. Аллаху Акмар! Аллаху Акмар! Да-да! Блядь, ты издеваешься! Чё за... Вот что это? Вот что это? Иди сюда! Иди сюда! Великолепно! 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 Прекрасно! 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 Велик... Блядь! Вообще шикарная локация! Блядь, просто охуенно! Были и забавные смерти. Опустим тот факт, что большая часть сложности в сосаликах, помимо боссов, это всякого рода лестницы поноса. Ну знаешь, когда идешь за лутом, и тут из-за угла или сверху на тебя ебака прыгает, толкает, пердит в нос, и ты падаешь в пропасть, потому что ебаку это увидеть не мог. Ой, блядь! Да! Власть уфпи я это раза два или три встретил. Гениально, блядь! Так вот, есть у меня тут пунктик. Двухфазные боссы. Господи, блядь, кто это первый придумал? Что это за аниме говно? На уровне Ты думаешь, ты победил меня? Ха-ха-ха! Вот моя настоящая сила! И прочий виобушный кал. Небольшая ремарка. Как раз те два босса, которых я, так сказать, почувствовал, они двухфазные. Вот давайте разраба заставим съесть мешок говна. И когда он закончит, с улыбкой в мешок ему еще говна насыпем. И нет, я не говорю, что боссы плохие. Как раз таки наоборот. Именно двухфазных разрабы сделали лучше всего. Но в моменты, когда тебе, чтобы просто попробовать пощупать вторую фазу, тебе необходимо вновь пройти файт, который ты уже успел выучить. Становится банально скучно. Вот эта вот падла забрала у меня больше часа жизни. Я буквально выучил каждую ее атаку в первой фазе. Сейчас кто-то начнет, ты не то оружие взял, не ту руку использовал. Давай, напиши в комментарии, я с радостью расскажу тебе, кто где соснул хуйца. А так да, вау-эффект есть и ощущение, что преодолел челлендж тоже. Я там, кстати, о локациях начинал рассказывать. Дизайн отличный. Каждый регион ярко контрастирует с другим. Тут тебе и викторианский город, фабрика. Наше любимое ядовитое болото. Атмосфера на уровне. Пару раз даже захотелось присесть и просто послушать окружающий мир. А слушать больше и нечего по большей части. На выбор есть эмбиент мира, музыка боссов и пластинки, что собираешь во время прохождения. Не отвлекает, но и не запоминается. На самом деле, мне уже не терпится перейти к геймплею. Хочу показать, что я научился в Абопе делать. Враги разнообразные, равно как и способы их убийства. А как они сочно отлетают от критических атак. Есть несколько видов рук, воспринимая их как магию. Каждый найдет подходящую под свой стиль ведения боя. Есть даже огнемет. Мой любимый. Жаль, что активно я его начал использовать только к последней, третьей игры. Кстати, вот чему всем сосаликам стоит поучиться. В хап локации есть манекен, чтобы каждую пушку попробовать. Это незаменимая вещь. Любая пушка, кроме экзотов или юников, как хочешь их называй, разбирается на две части. Клинок и ручка. Ручка определяет мувсет, клинок тип дэмэджа и некоторые эффекты. Можно взять древко копья и насадить на него меч. Или, как я, гаечный ключ на ручку от дубинки. Мувсет будет меняться. И сразу, не отходя от кассы, можно проверить на манекенах. Спецприемы тоже привязаны и к ручкам, и к клинкам. Выбрав подходящую для себя пушку, прокачавшись, можно вытворять настоящую грязь. Но бесконечно драться не получится. Разрабы добавили фишку с уменьшением прочности оружия. И поначалу, внимания не обращаешь, так иногда подпиливаешь. А вот когда файты затягиваются, или хочется наложить эффект на пушку, или не дай боже босс дебаф накладывать на разложение, все, пиздец. Приходится тщательнее планировать бой и играть намного более аккуратно. Тут, кстати, один из элементов экипировки производит лада. Сразу понятно, чего разработчики ждут от игрока. Помимо основной системы прокачки персонажа, путем вливания в него душ, есть еще и дополнительные апгрейды в виде кварца. А мы-то знаем, что... Нет ничего лучше кварца. Кварц падает с боссов, выдается за выполнение квестов, и его можно найти в мире игры. С помощью этого вида прокачки еще больше можно кастомизировать персонажа и свой стиль. Кстати, о системе квестов. Обычно в соусах абсолютно ни черта не понятно, что от тебя хочет непись. Когда с ним надо поговорить, куда идти, чтобы сдать квест. Тут же разрабы порадовали. И если у тебя есть активный квест, или с тобой кто-то хочет поговорить, то напротив локации будет либо иконка, либо портрет персонажа. Отличная система, всегда бы так. Все лучше, чем сидеть в википедии на втором мониторе и расшифровывать, что же тебе тот или иной придурок пытался сказать, и как это повлияет на концовку. Так почему же я считаю Лайс оф Пи народным сосаликом? Точно не из-за цены. Игра отлично работает с концептом соус лайка, предоставляя новому игроку адекватный челлендж. При этом добавляя от себя интересные механики, которые хотелось бы видеть и в других проектах схожей категории. Для ребят попроще есть система спектров, челиков которых ты можешь призывать для помощи в битве с некоторыми боссами. Для них даже своя система бафов есть. Если вы до этого не пробовали игры подобной тематики, то советую обратить свое внимание на данный проект. Я забалдел, когда играл. И вы играйте с кайфом. Субтитры сделал DimaTorzok